Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из солнечной Канады, не очень-то уже и солнечной. Зима к нам пришла, как положено ей приходить в ноябре, но тем не менее, будем продолжать наше приветствие. Как-то приятно говорить о солнечной погоде в то время, когда на улице зима. Сегодня мы в Заре, и идеей моей стало примерить вот такие бабушкины кардиганы, о которых сейчас очень много говорят. Они очень сильно в моде. Я просто зашла посмотреть, что есть нового и нашла, что таких кардиганов достаточно много. Не только кардиган, но свитера. Вот знаете, такие как будто бы связаны бабушками, руками, с вышивкой, с разными интересными пуговицами, с аппликациями. Очень есть интересные модели. Захотелось мне их примерить, посмотреть, как они выглядят. Ну и заодно я уже там посмотрела, что есть вокруг. Пуховики всякие. Пуховиков, кстати, очень мало. Я хотела таки вот примерить несколько пуховиков, но их совсем мало. И поразил мое воображение вот это вот бадис, сделанный из шерсти. Ну не из шерсти, а из какого-то трикотажа, то есть вот полностью из трикотажа. Я как-то не очень поняла эту идею. Не знаю, попа не вспотеет в нем находиться все время. Ну, в общем, такой изыск модной фантазии. Вот эти кожные пуховики тоже интересные модели. Это что-то такое новое, по-моему. Они недавно появились, и сейчас их много. Тоже надо будет примерить как-нибудь. Очень симпатичная пальтишка. Не то шуба, не то пальто. Ну, в общем, скорее пальто даже. Такое, знаете, как меховое пальто, я бы сказала, из такой очень пушистой ткани, что почти что шуба. А вот это уже шуба. Ну, прямо вот очень-очень прям похоже на мутоновые шубы. Кстати, искусственный мех сделан действительно очень хорошо. У меня, кстати, есть одна такая шуба из Zara под мутоной. И она действительно очень хороша и на вид, и на ощупь. И, в общем, действительно похожа на настоящую шубу. Алое платье с черными такими застежками. Красивое такое, знаете, необычное. Ну, не знаю, люблю я вот яркие вещи. Девчонки, не судите меня строго. И потрясающая накидка кейп. То, что сейчас, конечно, виск. Уже несколько лет, на самом деле, вот кейпы страшно в моде. И они очень в ходу. Я даже его примерила. Это размер медиум на мне. В нем много шерсти. Я не помню, сколько. Я посмотрела состав. Чуть ли не 80 или 50 процентов шерсти. Что хочу сказать. Выглядит он, конечно, очень красиво. Выглядит это все очень элегантно. Очень fashionable, я бы так сказала. Фасонная вещь. Но вот именно проблема в том, что эта вещь именно фасонная. То есть, вот в практике носить ее на какую погоду. Вот эти вот разрезы в рукавах, они, в принципе, мне кажется, в нем будет холодно. А как бы на холодную погоду, на тепло, в нем жарко. В общем, чисто для красоты и для фасонов. Было много разных вещей. Я там приложила к себе разные брюки. Вот кожаные брюки. Не знаю, сейчас много у них очень кожаных брюк. У меня есть идея померить, посмотреть тоже, как они выглядят. И вот на мне, на моей, так сказать, фигуре с выпуклостями, как я ее называю. И, конечно, не прошла я мимо зеленого платья красивого цвета, но я его не взяла, потому что был размер medium. И я подумала, что у меня будет маленькая. Это я здороваюсь с вами. Значит, выглядит это все довольно странно и глупо. Девочки, я должна сказать, что у нас в магазинах, особенно в магазине Zara, музыка гремит так, что такое впечатление, что вы на дискотеке. Даже если я буду говорить в микрофон, меня не будет не слышно. Мне будет плохо слышно. Плюс YouTube меня забанит за использование музыки. Заглушить ее никак невозможно никаким способом. Поэтому я вот такая вот говорящая, улыбающаяся голова. Позирую, показываю себя, озвучиваю вот сейчас вот из дома. Показываю свой аутфит, свои украшения. Они все из секонд-хенда. Мариночка Евсеева, если ты меня смотришь, то я знаю, ты недавно купила похожее ожерелье. Я обзавидовалась и тоже нашла похожее. А так на мне, в принципе, легкое платье, легкое летнее пальто, потому что у нас еще было довольно тепло, когда я снимала вот это вот видео и не надо было тепло одеваться. Вот это летнее пальто, сапоги такие тоже довольно, ботиночки довольно легкие и винтажное ожерелье и винтажная брошка, как всегда, нам не одета. Так, наша добыча. Показываем, что мы будем примерять и давайте начнем. Первый кардиган. Он бабушкин, я его назвала с натяжкой, потому что в нем нету никаких элементов таких там вышивки, аппликаций, красивых пуговиц и так далее. Бабушкин он скорее просто по своей структуре, по вязке. Вот это вот его состав. В принципе, в нем немножко есть шерсти, что уже хорошо. И, по-моему, немножко альпаки. Я не помню точно. Когда я озвучиваю, я плохо очень вижу свой экран, поэтому мне трудно комментировать, но вы видите состав и вам лучше видно, чем мне, на самом деле. Так вот, это кардиган. Он довольно объемный. Это размер small и мне понравился он за его цвет из-за вот такой вот casualness, что ли, можно так сказать. Он очень расслабленный такой, очень пушистый, очень мягкий. Мне кажется, в нем так уютно и тепло. Зимой будет хорошо. Что, в общем, понравилась, понравилась мне такая вещь. Я их люблю. Потом там карманы, в общем, в них можно напихать телефон, кошелек и все-все-все. Я вообще люблю карманы, и в платье в этом у меня карманы. Если я вижу вещи с карманами, мое сердце тает, и я не могу устоять, пройти мимо. Ну и вообще, как бы, приятный кардиган, свободный, легкий, теплый, большой такой, можно его надеть на что угодно. И бабушкин он постольку, поскольку он такой, знаете, как будто бы ручной вязки. И такой вот объемный, широкий. Вот когда-то в советское время бабушки на лавочке сидели и вот в таких вот кофтах это не называлось тогда кардиганом, это называлось кофта. Вот это самая настоящая бабушкина кофта. Ну, такая сейчас мода, что поделать. Следующий кардиган, он довольно такой базовый цвет, я бы сказала. Единственное, что его украшает, это вот такие вот пуговицы. Это тоже, кстати, размер смол, потому что он довольно объемный на вид мне показался, я не ошибаюсь, он сильно довольно большой. Так вот пуговица и планка выполнена из такого, знаете, как тесьмы какой-то такой, пуговица обтянутая такой тесьмой. И планка, на которой они пришиты, тоже сделана из этой тесьмы. И посмотрите, как он подходит к моему платью. Это просто как будто бы комплект. Прям так, так сошлось, так сложилось неожиданно. Я, на самом деле, шла на съемку тоже после работы. Я, девочки, хочу вам сказать, что я никогда не планирую свои съемки. Вот я иду, захожу в магазин, начинаю снимать. Поэтому я не всегда одет соответствующий, знаете, я думаю, что, может быть, примерять кардиганы эти нужно было бы с какой-то другой одеждой, может быть, с джинсами или с юбкой, с блузкой или с какой-то косточкой. А вот с платьем, с цветным, они не всегда выглядят, может быть, хорошо. И не всегда это подходящая основа для примерки вот этих кардиганов. Но вот в данном случае, я вам хочу сказать, с этим кардиганом прям все сложилось как нельзя лучше, потому что очень он подошел к моему платью. И вот я считаю, что он такой, знаете, базовый бежевый цвет. Но вот эта красивая деталь в виде пуговицы вот этой планки, на которой пришиты, собственно говоря, эти пуговицы, она очень-очень добавляет какой-то интересной такой, знаете, модной фэшн красоты, что ли. Так ненавязчиво, очень скромно, но тем не менее, есть какая-то изюминка в нем. И видите, вот в сочетании с моим платьем действительно получилось очень красиво. И он тоже такой довольно свободный, объемный, широкий. Я подумала, что он будет хорошо смотреться с поясом. Пояс у меня не было, а вот пояс только от платья был, я сверху повязала, это выглядит не очень хорошо. То, что пояс тонкий, из ткани не совсем это то, что надо. Но еще раз повторюсь, я не планировала делать съемку, поэтому у меня не было с собой никакого пояса. Я была одета так, как я была одета и, так сказать, пользовалась тем, что под рукой. Ну вот, так это выглядит. Если его расстегнуть и перевязать поясом, мне кажется, это даже интереснее. Это даже как-то симпатичнее выглядит, чем в застегнутом виде, потому что он в застегнутом виде довольно мешковат. А вот с поясом он выглядит более, так сказать, элегантно и более подчеркивает фигуру. Вот его состав. Значит, я вижу, по-моему, 15% в нем шерсти, все остальное неинтересно синтетическое. Следующий, это даже не кардиган, а такой свитер с коротким рукавом, с воротничком отложным, с красивой очень вышивкой. Покорила меня эта вышивка на воротнике. Девчонки, не кидайте у меня тапки. Я люблю такие вещи. Вот я люблю такую девочковую моду. В нем что за состав? Ну, в общем, я не вижу. Вы видите, по-моему, шерсти нет. Ой, вешалка упала у меня. Чуть по голове меня не стукнуло. Знаете, это называется за кадром, что называется. То есть, я не стала это вырезать, потому что это то, что есть. Это, так сказать, ну, будни блогера, что называется. Вот, как не хотите. И вот эта чертова вешалка, которая снова упала, свалилась мне под ноги. Чуть не стукнула меня опять по голове. Ну, что поделать. Блогерам нужно доплачивать молоком за вредность работы. Так, вернемся к нашим примеркам. Значит, этот свитер имеет короткий рукав, что довольно странно. И, в общем-то, вот эти вот свитера с коротким рукавом как бы немножко не make sense, что называется. То есть, не имеет смысла вещь такая теплая с коротким рукавом. Но, если говорить о многослойности и вообще, так сказать, о фасоне, то мне кажется, что это очень интересно, потому что его можно сочетать с блузкой или вот с платьем, как я это сделала. И, по-моему, получается очень неплохо. Так, переходим к следующему кардигану. Я там много говорила лишнего. Не успела все сказать, что хотела про тот свитер. Ну, в общем, вы все видели. Здесь все, что можно быть, нужно для девочки, собрано в этом кардигане. Здесь есть оборка спереди, здесь есть цветочки, золотые пуговицы. В общем, вот это его состав. Все, что мы любим, все, что любят девочки, и я в том числе. Опять же, не кидайте у меня тапками, но мне это нравится. Вот эти оборки, вот это жабо спереди, пышный рукав, вот эти цветочки. Не очень оно, конечно, подходит к моему платью по расцветке, как я уже говорила, что я не собиралась снимать. Видите, вот так вышло. Но, что есть, в принципе, мне очень тоже понравился этот кардиган. Естественно, его надо носить именно как свитер, не как кардиган. Я не думаю, что его надо расстегивать и носить как сверху верхнюю одежду. Скорее всего, его нужно носить просто вот к юбке или к джинсам, или к брюкам. Просто как свитер, но просто в нем присутствуют пуговицы, скорее как элемент украшения даже, чем как какая-то функциональная вещь. И еще один кардиган. Просто тут фантазия сыграла, вообще сыграла, я бы сказала. Но в нем все, и вышивка, и какие-то вот аппликации, связанных, вывязанных деталей, какие-то листики, цветочки. Он, кстати, сам дорогой. Стоит он 79 долларов, в отличие от всех остальных, размер medium. И написано, что он хендкрафтинг. Это значит, что в нем присутствуют элементы, сделанные вручную. Ну, я так представляю себе, что вот эти вот пуговицы и там какие-то аппликации вывязанные, видно явно, что вручную. Опять же, нравятся мне такие вещи. И вы знаете, мне интересно, что модов настолько разнообразно. С одной стороны, очень модные такие, знаете, оверсайз, мужские вещи. Как будто с мужского плеча пиджаки с огромными плечами. Брюки свободные, как будто бы тоже одолженные у мужа. А с другой стороны, вот такие, совершенно такие бабушкины кардиганы. Или, вернее, даже, с одной стороны, они бабушкины, с другой стороны, немножко детский такой, с вышивочкой, с этими цветочками, вывязанными аппликациями. И пуговицы в виде цветочков. Ну, вот все просто. Все, что вам нравится, все, что вам по душе, можно найти сегодня в этих магазинах. Кстати, вот хочу вам заметить, что вот эти пуговички очень симпатичные, но застегнуть их довольно трудно, потому что она не гладкая, она такая шершавая пуговица, вывязанная из ниток шерстяных. Поэтому, как бы, застегнуть ее довольно тяжело. Но выглядит он очень женственно, выглядит он симпатично. Немножко даже такой он детский, я бы сказала. Ну, вот, тем не менее, даже на мне, на даме возрастной, он выглядит, по-моему, неплохо. Ну, я не знаю, вам судить, мне нравится. Я бы сказала, что неплохо. Вот, а следующий, это тоже не кардиган, это свитер, но джемпер. Но отнесла я его к разряду бабушкиных кардиганов в силу того, что в нем есть такие элементы вязки. Видите, вот эти вот, как будто бы сделаны вручную, вот эти вот такие блестящие пупыршки какие-то, я даже не знаю, как это назвать, пузырьки. Вот. Очень пышный, красивый рукав, очень женственно все. Потом сверху, видите, бород сделан тоже с такими вот, с такими шишечками. Ну, вот, как будто бы вязаны вручную бабушки, поэтому я отнесла его к разряду бабушкиного кардигана в составе. Там я не вижу, но, по-моему, тоже одна синтетика. А, нет, вот, по-моему, 6% шерсти или что-то такое, но, во всяком случае, много чего намешано, аж на две страницы надо было перелистать. Довольно длинные в нем рукава, что странно, но, может быть, я не знаю, может быть, их надо завернуть или как-то поднять. Вот, ну, не знаю, в общем, но, тем не менее, выглядит он очень красиво, очень женственно, мне нравится. Опять же, я люблю, чтобы вот всякие, много было деталей, много было всяких разных элементов в вещах. Яркий, красивый, очень красивый сиреневый цвет, вот эти вот с блестком, шишечки с блестком, с блестком, с люрексом, которые идут по всему вот этому свитеру. Он, ну, это такой немножко праздничный, я бы сказала, даже немножко нарядный, хотя не особенно. В принципе, его можно носить на любой случай жизни. Нравится мне, нравится вот такая вот, вот такие вот вещи, девочки. Что поделать? Вот такой у меня вкус. Все, это я прощаюсь. Такая, знаете, в силу того, что говорить бесполезно, потому что музыка заглушает, я вам показываю пантомиму. Прощание, прощание пантомимы. Все, девочки, увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Всего доброго, люблю, целую. Пока-пока, бай. Субтитры сделал DimaTorzok